Мы продолжаем программу Глаголь Добро. Речь идет сегодня, я напомню, душа мечущаяся, душа смиренная. Какой комфортнее жить в 21 веке, а говорить здесь в библиотеке Маяковского в читальном зале будем о произведении Лермонтова. В 17 лет Михаил Юрьевич написал стихи, которые учат в школе, белеет пара с одинокий и заканчиваются они чудесной строчкой. Как будто в буре есть покой. Вот сейчас мы с ребятами, у нас два сборника лежат, эти три страфы Лермонтовы, попробуем порассуждать. А действительно, в чем-то покой для души. Вы примерно в том возрасте, когда Лермонтов написал эти стихи, и что-то он в них закладывал. А насколько это близко и созвучно сейчас вам, ваши души, чего ищут, к чему стремятся? Уехать, остаться, покой, буря, мятеж или безмятежность? Что для вас комфортнее в вашем возрасте в 21 веке? Лично мне ближе мятеж. Все время какие-то приключения, что-то, чтобы все время происходило, чтобы не было, все на месте не стояло. А какие у вас могут быть приключения? Вот уже за те годы, которые позади, за те 15-16... Во-первых, это какие-то путешествия, все время куда-то ездить, увидеть что-то, узнать что-то новое. Ну и просто дома можно как-то развиваться. А в чем мятеж-то тогда? Это же спокойствие. Денег дали – поехала. Денег не дали – дома посидела спокойно, в интернете поразвивалась. Не то, что мы студенты. А у студентов, особенно у абитуриентов, после выпуска из школы сплошной мятеж. Поступление, ЕГЭ, экзамены, вступительные. Но вы против чего? Переживание? И мятеж. А в чем мятеж-то заключается? Вы протестуете против чего-то? Вы с чем-то не согласны? Вы хотите каких-то кардинальных изменений? Ну, все же уезжают, ну, практически все уезжают из дома, от родителей, как бы подальше, в другой город учиться. Не знаю, в этом, мне кажется, мятеж. А почему вы хотите уехать из города? Почему вы хотите вырваться из семьи, в которой вас любят, вас опекают, вас оберегают? Над вами, можно сказать, пылинки сдувают и трясутся. А вы говорите, да не хочу этого, хочу уехать. Почему вы все, четверо уехали? Все-таки, наверное, человеку хочется почувствовать себя иногда свободным. И вот мы сейчас этого еще не понимаем, но как-то хочется почувствовать эту самостоятельность, ехать далеко, чтобы никто за тобой не смотрел, ни следил за тобой, ни перед кем не отчитываться. А потом, я думаю, лет через шесть уже поймем, господи, мам, возьми меня обратно на коленочки, потому что тяжело это все. Это просто у нас сейчас так крылья распорхнулись, там свобода, много действий, туда поехали, туда поехали. Там были, там были. А так это все так. Просто каждому человеку надо самому эти ошибки пройти, опять же. А свобода только в перемещениях? То есть вот эти степени свободы только в... В решении. А, то есть в принятии решения еще. Раньше все равно мы просили, да и сейчас, просим совета у родителей, и как-никак они все равно влияют на наши решения. Как-то они каким-то намеком незаметным, какие-то, может, слова, или в лоб говорят. А там у нас будут сейчас ситуации, в которых у нас нет кого ждать помощи и совета, и там уже вот эта свобода будет выражаться в том, что мы сами будем определять наши дальнейшие путь. А у вас уже были такие ситуации? Ведь вы же, наверное, уезжали, поступали, сдавали документы, или вы были с родителями все равно по-прежнему? Честно скажу, у меня мама до сих пор хочет, чтобы я поступил в прокуратуру, а отец хочет, чтобы я поступил в военное инженерное училище. Знаете, я физик, при том, который занимается биологией и чуть-чуть химией. И родители вообще от меня этого не ожидали, и она мне сказала, «Сынок, я в жизни не думал, что ты станешь вот тем, кем ты выбрал». И вот уже первые вот эти вот собственные решения, это то, что мы выбрали, к чему стремиться. Я выбрал физику, вот, Илья, например, выбрал биологию. Я думаю, далеко не мама им подсказала, что надо идти в биологию. А, Илья, кто подсказал? Подсказал первый учитель по биологии, сумел заинтересовать. А кто этот первый учитель? Ефанова Ирина Николаевна, учитель в школе. Барышня, ну теперь вы вспоминаете свои ощущения 11 класс и лето после 11 класса, то есть фактически последнее лето детства, переход в возрослую жизнь. Давайте вспомните, какой экзамен позже не делали. Ну, сначала я ждала, пока я сдам экзамены. Я думаю, если я сдам экзамен, то все, закончится, я смогу отдохнуть, просыпаться целыми днями и ничего не делать. Потом надо было смотреть, куда поступать, потому что я совсем не знала, куда поступать. Я целыми днями лазила по этим интернет-сайтам, там вузы смотрела. Ну, там мама вокруг меня бегала. Не киши. Потом мы ездили в Москву. Вот практически весь июль я провела в Москве. Я тоже бегала там по этим вузам, выбирала, ждала. И вот я наконец-то поступила, думаю, может, сейчас посплю. А через две недели уезжать, и все. Ну, через две недели поспать можно? Ну, вот да, может быть, но все равно там готовиться, стирать вещи все, это вот перевозить. Ну, короче... Это такие хозяйственные дела. А все-таки, возвращаясь к моему первоначальному вопросу, какой душе комфортнее, вот если послушать себя изнутри, какой смиренной, которая на все согласна, которой говорят, туда, хорошо, сюда, это, да, так. Или нет, то, к по-моему. Ну, мне кажется, нельзя впадать в крайность, надо выбирать что-то среднее. Потому что человек не может жить то в одном состоянии, то в другом. То есть он как-то надо балансировать это. Наверное, это правильно, слушать советы окружающих, но все-таки нужно в первую очередь руководствоваться именно своим мнением, своими желаниями. Что на первом месте? Желание или мысли, рацио, то есть обдумывание последствий? Мечта, обдуманная рационально. Вот эта мысль, которую еще подкрепили рациональными действиями. Вы уже много послушали из того, что мы говорили. С чем-то вы согласны, с чем-то нет. Наверное, у вас есть свои какие-то внутренние да и нет. Вот поделитесь. Метеж действительно ближе, наверное, всем детям моего возраста. Потому что в этот период жизни ты ищешь себя, и тебе не особо интересно чье-то мнение. Идешь против всех, пытаясь найти свою личность. Были такие примеры в жизни уже? Вот у вас конкретно? Да, были. Недавно у меня случилась травма ноги. Из-за этого я бросила любимое занятие. Но как бы я продолжаю верить, что когда-нибудь получится вернуться. А в чем протест? Протест, наверное, в том, что даже когда у меня случилась эта самая травма, я все равно продолжала ходить и упорно тренироваться, но только с одной ногой. Что ж это за занятие такое? Вольные танцы. Я бы сказал, что сейчас мне больше всего симпатизирует идея Лермонтова, что, увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Я нашел как бы свой маршрут, и я не ищу счастья и не от него бегу, потому что оно само придет. Мне наоборот очень комфортно заниматься тем, что мне нравится. Как-то, да, и хочется иногда спокойствия, и там я обретаю покой. Или куда-то уже сломя голову бегу, и только на эмоциях. Вот если представить этот кораблик, он вам кажется каким? Скорее всего, молодым. Ну, молодым, он хочет проверить себя. Зачем ему все это? Он один, и он стоит как бы в море. Не движется никуда, да? Да. И думает, наверное, куда ему отправиться. Илье кораблик тоже представляется маленьким в огромном океане. Но, тем не менее, да, действительно очень сильным, выдержавшим много бурь. Мне кажется, что этот кораблик как раз не столько молодой, сколько бывалый, так сказать. А Данила нарисовал нам полотно в стиле Айвазовского, дополнив его особенными деталями. Честно говоря, сейчас попытался посмотреть, как 50-летний мужчина, у которого в жизни уже было все, и я, честно говоря, вижу гигантский пенас, который тупо стоит в море. Просто стоит, ему ничего не надо, он все уже сделал. Он все войны, все порта обошел, и он просто стоит и ждет, скажем так, закаты, так сказал. А если посмотреть, как человек, который только что выпустился из школы, то это не сколько маленький корабль, сколько только что переоборудованный, новая оснастка, новые паруса, поставили новые корабельные пушки, трюмы отремонтировали. То есть он готов к этому гигантскому плаванию. А если смотреть, как вообще маленький-маленький мальчик, то да, я вижу маленькую шлюпку с одним парусом, однолинейный какой-то корабль, шлюпка, я бы даже сказал. И там один вот этот маленький капитан, который готов тоже отправиться в плавание, только не по морям, а скорее по таким небольшим заливам. Поручникам, да? Да, фактически. Мне тоже кажется каким-то таким маленьким, даже может игрушечным. Он колыше на волнах. И мне почему-то кажется, что у него нет какой-то конкретной цели, куда он плывет. Просто вот куда ветер дует, туда он плывет. Я вижу небольшой кораблик, который смело, уверенный в себе, и он все время рискует. Ему постоянно грозят волны, и вот когда уже кажется, что сейчас его перевернет, и он разобьется, в последний момент он вновь оказывается на гребне волны, целый и невредимый, и идет дальше. Вы оптимисты. Вы все еще молодые, и вам кажется, что вам море по колено, жизнь вся перед вами. Возможности не ограничены. Это прекрасно. Вы знаете, мы лучше пока будем оптимистами. Конечно. До последнего момента лучше быть оптимистом. Да всегда лучше быть оптимистом. Ну, до последнего момента имеется в виду, пока душа не улетит на небо? Ну, если вы это так называете, то да. Умные, красивые, целеустремленные, со своим мнением, такие и они, молодые саровчане. Этим еще предстоит многое узнать, научиться уступать, бороться, ошибаться, исправлять свои ошибки, мечтать о счастье и быть счастливыми. С ними интересно общаться, но они торопятся. Еще так много дел. Ребята, ушли, а я все-таки хочу прочитать вам стихи Лермонтова. И предлагаю послушать и представить свой кораблик. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родную? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Мы продолжим программу, но уже не в библиотеке, а в театральном сквере.